Как привлечь молодежь в политическую жизнь страны и чего хочет современный избиратель? Ответ на этот вопрос искали участники Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». Представители четырех регионов Ненецкого округа, Республики Коми, Архангельской и Кировской областей обсуждали актуальные задачи региональных отделений партии и делились опытом. Быть ближе и понятнее молодому поколению, вовлекать в избирательный процесс. Сегодня эта тема волнует все политические партии. Через 10-20 лет нынешняя молодежь возьмет управление страной в свои руки и от нее будет зависеть, в каком направлении пойдет развитие. Поэтому формировать гражданское общество нужно уже сегодня. Сегодня то, что предлагаем мы молодежи, достаточно консервативно и, может быть, для них даже скучно. Молодежные парламенты, какие-то формальные объединения. По словам эксперта, нужны новые формы взаимодействия с молодым поколением. В частности, переходить в интернет-сообщество, создавать интересный контент в соцсетях. Благодаря информационным ресурсам молодежь становится участником политического процесса, может высказать свое мнение и поделиться проблемами. Кроме того, молодежь заинтересована в получении качественного образования и рабочего места. Есть ли такая возможность у жителей Ненинского округа, говорили на встрече с молодежью. С получением образования проблем не возникает. А вот найти работу может не каждый, особенно в сельской местности. Те, кто на работу устроился, ищут самореализации в творчестве, искусстве и спорте. По мере возможности для них создают так называемое лофт-пространство – среда для развития. Мы построили по северо-западу один из лучших скейт-парков. Действительно, нашли спонсоров, все. У нас среда сама появилась. У нас расширит количество скейтеров. Я понимаю, что в следующем году они сами выйдут на меня и скажут, давайте проведем соревнования между нами. То есть это будет не высосанное из пальца, а не показатель того, что среда есть. И они сами этого хотят. Проявлять инициативу и предлагать свои проекты – такие советы дают эксперты в области молодежной политики. Только в этом случае взаимодействие поколений будет плодотворным. Нам важно вынести из этого разговора, какие инициативы мы можем внести с депутатами Государственной Думы в федеральное законодательство. С тем, чтобы наша молодежь после окончания учебного заведения могла найти достойную работу, достойную заработную плату. С тем, чтобы они могли поступить в образовательное учебное заведение для того, чтобы достойное образование получить. Итогом заседания Межрегиональной комиссии стало решение продолжить работу с молодыми избирателями и обмениваться опытом между регионами.